Всем привет, чуваки! Меня зовут Майк, вы смотрите мой ежедневный влог Кэм Виз Мэн. Я только что с почты России получил вот такой вот, такой вот пакет. Я сейчас на машине, как бы, вот. Суть в том, что это пришла зарядка для аккумулятора для Mark II Canon 5D. Я всегда говорю это в каком-то обратном порядке. Вот, обзорчик и пэйкинг мы сделаем уже дома, а сейчас я еду по всяким разным делам. Ну что ж, друзья, я уже дома, быстро-быстро день пролетел. Но на самом деле я долго работал, потом была почта, вы все видели, все началось с почты. Но потом пошла стройка, магазины, мы сегодня, в принципе, много чего сделали. Уже начинает высматриваться из всего, ну, вы, как сказать, ну, как сказать, вы... Короче, мы уже начинаем видеть концовку нашего ремонта, вот так вот как-то можно это описать, все, вот. Есть у меня еще отличная новость на сегодня, но она пойдет после того, как я сделаю небольшой обзор вот на вот эту вот посылочку, которая пришла. Которую я очень долго ждал. И eBay говорил, что придет она с 23 октября по 7 ноября. А сегодня у нас 19-е, а это было вторичное повторное извещение за 17-е число. То есть первичное было, наверное, числа 14-го. Но первичного я не видел, если честно. У нас почтальоны очень круто работают, молодцы. Чуваки, я, кажется, вора нашел, который лазит в моих сумках. Чуть гитара не упала. Э, воришка, че лазишь в моей сумке, а? Все, ну-ка не лази. Весь зачуханский какой, а? Зачуханский ты, воришка. И пора бы уже начать анбоксинг, а потом клевая, клевая, клевая новость. Похоже, барни будет делать анбоксинг. Что это такое? Давай, раскрывай. Можешь открыть? Давай, что там? Что там? Нет? Блин, нет, только не в сумку. Я знаю, что ты вор сумочный. Все, 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 сидеть, сидеть. Вот тут вот сиди, да, молодец. Итак, друзья, что же мне пришло? Во-первых, я покажу то, что мы имеем. Барник, ну не лезь, ты же мешаешь мне. Ты же мне мешаешь, такой ты лупень, а? Тогда вот тут падает. Бум! Вот. У нас есть вот такая вот зарядка для вот такого вот аккумулятора. Аккумулятор такой, вот ему все интересно. Оп, оп. Вот такой аккумулятор для Canon Mark II. Аккумулятор LP-E6. Барик, лежи спокойно. Вот. Она, вот эта зарядка, она, конечно же, не родная. Вы можете наблюдать. Кстати, у нее что-то погнулась вилка. Вот, она абсолютно не родная, и она не заряжает чип. Вот идут контакты на плюс и минус, а вот на чип идут. Барник, лежи уже-то-то. Вот. И здесь нет контактов, которые заряжают чип. И у меня на всех аккумуляторах скотчем заклеено, чтобы фотоаппарат давал включить, в общем, ну все. Чтобы фотоаппарат включался и не читал с чипа, что аккумулятор разряжен, и он не включается иначе. Вот. Зарядка полное говно китайское. Вот. Что-то я много раз сказал. Вот. И теперь давайте-ка пришло с Лос-Анджелеса письмецо. Желтое. Желтое письмецо. Ой. Как-то я криво начал открывать. Вот так, вот так. И что мы тут имеем? Имеем тут вот что. О, боже мой. На, 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 иди поиграй. Вот, 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 смотри. Говори, что там. Какой ты дурачок, блин. Смотрите, чуваки, это оригинальное. Блин, мы заказывали такую же, только китайскую. О, боже мой. Такой подставы я не ожидал. Такой подставы я не ожидал. Господи, куда я буду это втыкать? У меня нет даже переходника. Дерьмо. Хотя нет, по-моему, где-то есть. Пойду искать. Ну, здесь, по крайней мере, есть на чип зарядка. Чик. Будем проверять, будем проверять. Пойду искать розетку с китайской, точнее с американской, на нашу. Блин. Немножко подстава. Ха-ха-ха, чуваки, вот она. Она была здесь с большим таким вот, вот такой толщины ободком, который я только что спилил кухонным ножом, а потом все это резачком под... Ну, резачок это канцелярский нож в простонародном звучании. И вот теперь... И теперь все. Сейчас будем проверять. Проверять будем на... На моем нормальном... Так, это не тот. Из фотоаппарата достанем оригинальную зарядку, которую мы... Ой, в смысле, оригинальный аккумулятор, который мы купили в Афинах. Вот. На нем я тоже скотчем... Мне пришлось заклеить вот этот контакт, который я сейчас благополучно отклею. Давай. Ну, отклеивайся, блин. Вот. Отлично, все. Больше контакта нету. Он тут нормальный. Без клея. Все. Ну что ж, будем проверять. Сейчас сначала ставим без аккумулятора, посмотрим, как вообще загорится ли какая-нибудь лампочка там. Так, я сейчас пересяду. Удобней. Ну, давай, вставляйся, блин. Эй, тишина. Вставляем аккумулятор. Ес! Пошла зарядка. Фишка в том, что здесь следующим образом все происходит. Часто моргает, это ноль. Не заряжает, если не моргает. Если моргает вот так, ну, грубо говоря, два раза там, ну, в секунду, да, может быть, это и правда в секунду, то 50% зарядка. Если часто начал моргать 75, если вообще горит постоянно, то 100% зарядка. Ну, вот, отлично. Я надеюсь, что эта зарядка действительно будет офигительно заряжать, потому что я запарился уже заряжать вот этим вот говном китайским. Прям ужас какой-то. Я перед этим выкину эту зарядку к херам собакам. Хотя я ставлю ее. Я не буду выкидывать, потому что мало ли что, вдруг нужно будет два аккумулятора быстро зарядить. Между прочим, можно зарядить вот этим. Но он, видите, он ток дает, я не знаю какой. На нем написано, конечно, такой же ток, который на вот этой оригинальной зарядке, но это же китайский, они могли все обмануть и всякое такое. Короче, можно, в принципе, заряжать на той. Чип не заряжается, потом вставлять в эту. И буквально за 5 секунд он заряжает чип и все. Так что, good. А теперь еще одна кайфовая новость. Па-бам! Монитор горит, потому что ноутбук я подключил. Фишка в том, объясняю, рассказываю. Сейчас убираю подушки всякие эти сраные. Вот. Рассказываю. Я, когда у меня, помните, потух ноутбук, я, конечно же, подключал к нему монитор. Потому что, если вспомнить опыт, когда я пролил молоко на ноутбук, это было, не соврать бы, в январе, по-моему, блин, в январь или февраль, наверное, но не декабрь, наверное, точно. Чуваки, напомните, если я ошибаюсь. Вот. Тогда у меня такая же беда случилась. У меня не включался монитор вообще. Помните, мы еще делали трансляцию. Вот. Трансляция была с Серегой, реальность, и с Илюхой, с Илюхой Осиповым, зверьем, Nokia. Вот. И фишка в том, что я тогда брал Алискин монитор, мы подключали, и не загорался монитор, и через несколько дней он загорелся. Помнишь такую фишку? Еще пятна были сверху. Так вот, история повторилась, только теперь у меня монитор до сих пор так и не горит. Я сейчас вытащить, в принципе, открыть. Это дело, он как был потухший. Так. Так и остался потухшим. Вот сейчас раз. Когда открываю. Бебе-бебе. Он один хрен у меня потухший. Вот. Но я подключал тогда вот монитор, но он не работал, и теперь он почему-то заработал. Я хрен знает. Я честное слово вам говорю, чуваки. Я вообще не понимаю, каким образом мой ноутбук вообще восстает из мертвых практически уже второй раз. Это, с одной стороны, это меня радует, потому что я теперь могу наконец-то монтировать у себя дома, а не, например, у Алиски, или только на работе, как я в последнее время, чем я занимался, собственно говоря. Он теперь у меня превратился в такой стационарный ноутбук, который я... Мало того, что у него батарейка давно уже сдохла. Вот. Я там, когда задвинул ту штуку, я закусил провод питания. Вот. Мало того, что аккумулятор давно сдох, и он не держит до 15 минут, еще и теперь монитор не работает. Это полный теперь вообще инвалид какой-то, ноутбук-калека. А сейчас я вам покажу средства, которые вы непосильными трудами собрали на покупку нового компьютера. Их, конечно, пока еще недостаточно для нового компьютера. И действительно, я буду, естественно, покупать не только на ваши, естественно, собранные деньги, и я буду вкладывать свои деньги. По мере возможности сейчас просто из-за вот этой нашей стройки просто свободных денег абсолютно нет. А, сейчас я покажу вам, сколько на Kiwi кошельке и на WebMoney. Поехали. Камрип. Итак, друзья, на Kiwi кошельке на данный момент 4865 рублей 64 копейки. Это Kiwi кошелек. Это WebMoney Keeper. На нем для покупки, вот он счет, для покупки, ну, вот и ноутбука, стационарного домашнего компьютера, 3268 рублей 60 копеек. Сумма, подсчитанная в калькуляторе, 8134 рубля 29 копеек. Друзья, вот тут сейчас будут, вот тут, наверное, да, я по старой доброй традиции здесь сейчас в аннотациях напишу номера Kiwi кошелька и WebMoney. И я снова обращаюсь ко всем подписчикам, чуваки, у кого есть возможность помочь, докинуть сюда. Если мы наберем хотя бы 10 тысяч, это будет уже вообще круто. И мы намного быстрее, наконец-то, приобретем нормальный для монтажа и звукозаписи все-таки. Вот, компьютер. Огромное, преогромное, большое человеческое спасибо всем тем, кто вот сделал вот этот вот большой вклад, сделал вот эти вот две суммы, ну, не две суммы, а эту большую одну сумму. Огромное вам, чуваки, спасибо. Ежедневные влоги продолжаются. Жираф ТВ продолжается. Кстати, спрашивали насчет того, не хочу ли я приобретать Mac. Чуваки, дело в том, что я бы с удовольствием приобрел моноблок, не ноутбук. Ноутбук, мне кажется, это, ну, нет смысла. Монитор опять снова, и моноблок опять тоже. Хотя там хорошие мониторы в Mac. Но стоит он неоправданно много. Хотя, конечно, обравданно, но я никогда не окуплю эту цену нормального маковского стационарного компа. Поэтому будем брать системник с нормальными требованиями. Вы, естественно, все это увидите в прямом эфире, во влогах, ежедневных влогах Came With Man. Завтра, между прочим, в воскресенье и выйдет передача про чекаут. Точнее, будет передача «Музыкальная инъекция» МИ-12. И в ней будет рубрика про чекаут. И мы с вами там увидимся, как бы. Ну, если кто из Омска и смотрит. Вот. Будет смотреть. Анонсы, кстати, уже у меня на стенке ВКонтакте. Для мячей, скажу так. 20 октября, 21.05. Если я сейчас не ошибаюсь. По-моему, 21.05. В анонсе посмотрите. Вот. Вылет передача. Так что всем смотреть. Всем отличное настроение. Спасибо вам огромное за то, что смотрели. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. С вами были... С вами были мы. Нет, сегодня был я с вами. Майк. Пакета! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok